Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня наведал Ветковский район Бизнес пропонуя вакансии, черговый день предприемства сегодня провели непосредственно на месте будущей процессу искальников Прожить одно житё, вырытывать тысячи, сегодня день пожарной службы А сейчас об этом и иншим больше подробно Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня наведал Ветковский район По сутности, этот визит стал протягом размовы, початой подчас видоселекторной нарады у авторок 23 липня За ходом поездки сошили наши корреспонденты Вертолет президента приземляется на территории сельскохосподаршего предприемства «Беларусьнафта» особенно Запланованный для наведывания объект «Птушкафабрика» Ее будовнество было завершено в 2017 году Мерковалось, что вытворжестью мяса тут будет займаться мясцовая господарка А лет технологичный процесс оказался настолько складанным, что уже наприконцы того же года «Птушкафабрику» передали республиканскому предприемству «Беларусьнафта» особенно Я думаю, что и добрую кормовую базу, и кадры от победной квалификации Очень высокие требования у нас к технологии производства Очень высокая дисциплина и требования к качеству продукции Потому что сегодня потребитель голосует рублем за нашу продукцию Только исключительно из-за того, что она и качественная, и с точки зрения маркетинга поддерживается И для того, чтобы сегодня конкурентным быть, с учетом объема производства в республике Мы должны постоянно на ежедневной основе бороться и за качество, и за ужесточение технологий Потому что технология – это себестоимость, технология – это наше будущее День обходности строгого выполнения технологий Александр Лукашенко звернувся еще раз Под час обмеркования ситуации у живелого доли Размова об падежах живелый Такие факты периодично отзначаются на предприемствах Гелены Причем тыжаться это у всех областей На будущее за падеж скота сядете в тюрьму 85 тысяч, по-моему, по прошлому году 85 тысяч, вы представляете, сколько бы это было мяса? Снабков, прямое поручение прокурору заняться, продолжать заниматься этим вопросом и давать результат Есть Это недопустимо То корма плохие, то то, то это безалаберность Просто безалаберность, поэтому обратите на это внимание Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю Под час наведывания господарки Радуга Агра Размова о перспективах развития открытого акционерного товарыства Гумсельмаш В прошлый час я носу тыкнулся с проблемой реализации комбайнов Але зараз ситуация пошла выправляться, а складские запасы сменьшаются А про таго на предприемстве распрасованы новые узоры зернеуборочной техники Якая уже выходит на палетки У приватности президенту рассказывают об так званом паугусеничном комбайне Передние колы у него заменены на специальные гусеницы Что дозволяя прасовать на первовельгодненных землях Применили мы вместо колесного движителя полугусеницу Основанием применения полугусеницы явилась ситуация, которая сложилась в Республике Беларусь в 2017 году Мы знаем, что на Витебщине из-за обильных осадков 50% земель были сильно переуложненные И обычная колесная техника не могла зайти в поле, чтобы убрать уже созревший хлеб Поэтому такие решения были приняты Благодаря вот этим решениям снижено давление на почву в 4 раза Комбайн изготовлен на базе нашего серийного 1218 полноприводного комбайна Еще одна белорусская новинка – газомоторный комбайн Енбо распроцованы на базе серийной модели по доручению керевника державы Об его плюсах и недопроцовках Александр Лукашенко Размовляет с водителем-выпробовальником Виталем Гапоненком На думку опошняга модель отрымалась вельми удалой Как серийный комбайн, который работает над визойной Разницы управления, все это же самое Мощность? Мощность тоже, достаточно А день ты на этой заправке отработать сможешь или надо дозаправляться? Ну, сменное время 8-10 часов Отрабатываешь, да? Потом надо дозаправляться? Дозаправляться 15, 10, 20 минут сколько? 20 минут заправляешь? Вон стоит газозаправщик Александр Лукашенко, который заправляет, передвижная Ну так это будущее или нет? Будущее Будущее, да? Экологически чисто Все ряда газомоторные комбайны прасуют стольки на палетках Гомельшины Але в перспективе яны ориентованы на экспорт У первшую чергу Украины дзя есть великие запасы газу И отповедно развитая сетка заправок Так само на экспорт могут поставляться и узоры, які прасуют на гусеницах Президент новой техникой застаётся задоволены Але гучевая одну умову, необходную для сирынной вытворчасти Кошт комбайнау повинен быть таким, кабых могли набывать сельско-сподаршие предприемствы И як кончатковая кропка у размове Гомельмаш был, есть и застанется Дзержава допоможа Але гэта допомога повинна быть обгрунтованной Вязит Александра Лукашенко завершается у самой Вецы Керовник Дзержавы наведывая блок плавальных бассейнов Гэта объект уведзен у эксплуатацию у мая минулого года И сегодня корыстается значной популярностью сяроднасельництва А прача аматору плавання у бассейн приходять в учни мясовых установ адвокации Многие з яких минавито тут отрымливаются первые навыки поводзенов на воде Александр Лукашенко, який сам з'является аматором здорового ладу життя, каже Такие бассейны у невеликих городах необходны обовязково Особливо на территориях, які потерпели у вынку Чарнобыльской катастрофы Образвитці сучасной инфраструктуры, размовой Пачас незапланованной сустрэчы президента с веткаучанами Дякую, что поверили мне и засталися тут жить, каже Александр Лукашенко Сегодня вот мы видим, что здесь жить можно Здесь жить нужно Как бы ни было тяжело, сейчас везде нелегко Там вам легче не будет Это чужое А мы из Казахстана Огромного, в отпуск проезжают У нас санаторий хороший, красивый Я знаю, я знаю Ветка это одно из красивейших мест У всех самые современные телефоны Значит, тебе где Ладно, спасибо Я хочу посмотреть, как чернобыльские районы сегодня работают Мы вас любим, приезжаем, Александр Лукашенко Всего вам хорошего Я вас люблю Первую встречу я вас встречала Спасибо Александр Лукашенко Так, возьми и детям тебе поручаю, раздай детям Он горький, противный, но все любят Там детей нет, детям Да, детям Спасибо вам Спасибо Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько Телерадио компания «Гомель», Ветковский район Протягиваем выпуск Уборочная кампания у самым разгары У Беларуси убрана маль треть площал Огольно-республиканский каравай Важить больше, как 1 миллион 900 тысяч тонн Лидером по раннейшему заявляется Бресская в области, где пересекли экватор работ У нашем регионе обмолочено 32,5% площадь сбоживых, собра на 250 тысяч тонн По темпах работ лидируют Лоевский, Брагинский, Решицкий и Хуницкий районы А по враженности Решицкий и Житковицкий, где сбирают около 30 центнеров с гектара Вакансии у сферы ГАН для сегодня пропоновали незанятым и беспроцовным гомельчанам На день предприемства соискальников у першиню запросили непосредственно до процедавца На передании открытия новой крамы – приватная гандлевая сетка Шукая работников укропку, якая праздмесяц запрацует на улице Фадзеева у Сельмашевске микрорайоне Гомельчанам пропоновали такие позиции, как продавец, контролер-кассир, аховник, грузчик и иншие Минимальная заработная плата – 500 рублев Зараз предприемство готово принять 15 человек На базе новой крамы з'явится еще больше за 50 проценных мест Насустречу запросили больше за 100 незанятых грамадян, которые зарегистрованы как беспроцовные Мы решили выбрать новый формат для города Гомеля, провести именно подбор персонала на базе одного из наших магазинов Это наша инициатива была, в Российской Федерации и в других странах это проходит постоянно, поэтому решили попробовать так же и у нас У нас более 3000 вакансий на сегодняшний день в базе данных Как правило, требуются представители высококвалифицированных профессий, рабочих и в то же время даже и специалисты Основная масса – это здравоохранение на сегодняшний день берет на себя Но, тем не менее, у нас на сегодня и в промышленности тоже идет достаточно большой спрос Но именно на профессионалов, то есть тех людей, которые уже имеют профессию и имеют хоть какой-то опыт работы Как означали во Управлении по праце занятости социальной обороны За 6000 суискальников, которые все лета свернулись за допомогой, 65% уладковались на працу Так само беспроцовным допомогают оформить предпринимательскую деятельность и отримать субсиды, альбо пройти профессийное навучание Сегодня пожарной службе в Беларуси исполнилось 166 годов Выники работы за первое полгодие подвели и на коллегию областным управлением МНС За этот период в регионе зарегистровано 457 пожаров На их вырастованы 31 человек, 71 эвакуированы Больше за 220 возгораний все лет отбылось в экосистемах, сказалось засушливое надворье Рызакуючи жизнём и здоровьем, сопростоять не только в огненной стихии, але и усім без выключения надзвычайным ситуациям Их штодённая задача Лепшие супрацовники отримали нагрудные знаки и гоноровые грамоты МНС Подяки Абл Выконкама Документы, фотографии, техничные сродки и амуниция Так само сегодня открыли обновленную экспозицию музея пожарной справы Он размешается в центре биоспеки, житедейности и взаимодействия с громадкостью областного управления МНС Экспонаты рассказывают об истории и сучастности пожарной службы региона Частка экспозиции присвечена районным подразделениям В субботу, 27 липня, на свято запрошают усих горожан Организаторы мероприемства, якое отбудется на пляцовце Каля-Лядового палаца Рыхтуют для гостей разностайные локации и кропки активности Например, на специальной выставе представить пожарную выратовальную технику Супрацовники МНС познайомятся с спецификой своей працы Жадающие смогут поудельничать в чемпионате по биоспеции Позмогаться за звание «Цар-горы» Примерить экипировку огнеборцы Початок в 11 годин Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен Спасибо за внимание и до встречи в эфире Влюбила в себя и обокрала В женском коварстве убедился дальнобойщик из Гомельской области Мужчина познакомился с девушкой через интернет около года назад Несмотря на то, что у обоих были семьи, молодые люди периодически встречались Очередное свидание состоялось на заправке в Гомеле Однако закончилась встреча кражей золотой цепочки стоимостью порядка 3000 рублей Выяснилось, что девушка воспользовалась тем, что партнер отвлекся и забрала его цепочку Владелец обнаружил пропажу лишь на подъезде к Жлобину А заявить о хищении он решился только возле Бобруйска Правоохранители нашли ювелирное изделие в одном из ломбардов, куда его сдала фигурантка С ее слов, часть вырученных денег была потрачена на выплаты по долгам, остальное на своего ребенка Найти и уничтожить В рамках проведения специальной программы МАК сотрудники милиции обнаружили гектар дикорастущей конопли возле автодороги Ветка-Добруш Участок сразу же очистили от наркосодержащего растения Уничтожили коноплю с помощью техники и ручными триммерами Скошенное завесило на 380 килограммов С начала действия спецпрограммы МАК сотрудниками органов внутренних дел выявлено более 450 фактов произрастания наркосодержащих растений Уничтожено почти 25 тонн конопли и мака Почти ежедневно в оперативную сводку госавтоинспекции попадают дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов На этот раз под колесами автомобиля оказалась 42-летняя жительница Рогачева Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу 62-летний водитель Рено не уследил за ситуацией на дороге и совершил наезд Потерпевшую госпитализировали Всего на территории Гомельского полтора за полгода произошло 75 дружно-транспортных происшествий с участием пешеходов В которых 20 человек погибли, 64 получили травмы различной степени тяжести В Ветковском районе спасатели помогли достать из 8-метрового колодца щенка Его хозяева обратились за помощью, так как самостоятельно вызвались бедолагу не смогли В 9-м часу вечера спасатели выехали в деревню Рудня Питьевой колодец оказался наполнен водой Один из сотрудников МЧС спустился за щенком Ветеринарная помощь потерпевшему не потребовалась Конечно, спасение животных не основная задача спасательной службы Но остаться равнодушными они не смогли К этому часу это все новости Оставайтесь на Беларусь 4 На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта В студии Максим Савин Здравствуйте Российский хоккеист Сергей Гончаров находится на просмотре в Гомеле Защитник подписал соглашение, уже тренируется с первой командой 30-летний воспитанник школы питерского СКА Имеет за плечами опыт выступления в молодежной хоккейной лиге Высшей хоккейной лиге, а также КХЛ В минувшем сезоне хоккеист провел всего 5 матчей по причине травм Последним клубом Сергея Гончарова были красноярские рыси Андрей Лавренчук покинул стан гомельского локомотива 30-летний футболист защищал цвета железнодорожников с 2014 года Провел 141 матч Забил 21 гол Закончил свое выступление за команду и 21-летний защитник Георгий Монастырский Футболист присоединился к железнодорожникам во втором круге сезона 2017 года Сыграл 49 матчей и отметился 4-мя голами Напомню, что в субботу 27 июля локомотив проведет поединок 1-16 финала Кубка Белоруссии Соперник, представитель сильнейшего дивизиона чемпионата страны Городея Матч состоится на поле стадиона локомотив в Гомеле Начало в 17.30 90 спортсменов со всего региона оспаривают награды областных олимпийских дней молодежи по гребле на байдарках и каное Соревнования проходят на грибном канале в Якубовке в Гомеле На старт выходят спортсмены в возрасте 17 лет и моложе Лучшие войдут в состав сборной области Которая с 13 по 16 августа в Минске примет участие в республиканских олимпийских днях молодежи В состав гомельской делегации войдут 18 грибцов Уже по итогам республиканского этапа будет определен круг спортсменов Которые будут в составе сборной страны готовиться к юниорским и молодежным чемпионатам мира Европы 2020 года Кстати, в понедельник белорусская команда отправляется в румынский Басков На первенство мира среди юниоров и молодежи В списке участников 17 представителей Гомельской области Это уже именитые есть чемпионки мира Это как Елена Ноздрева, чемпионка европейских игр Это Солоненко Дарина, это Бобр Камила, то есть это женская каноэ Байдарка мужскую представляет тоже уже в прошлом чемпионы мира Среди молодежи юниоров прошлого года Это и Смоляний Кирилл, это Федоренко Илья, это Ткачев Юрий, который стал уже чемпионом Европы В этом году в Чехии врачице в четверке Байдарке 500 метров То есть достаточно сильный состав Завтра в Гомеле стартуют соревнования по конному спорту 26 и 27 июля в областном центре Олимпийского резерва По прикладным видам спорта пройдут Олимпийские дни молодежи И открытые республиканские соревнования по троеборью Всего порядка 50 спортсменов поборются за призы В пятницу участников со всей Беларуси ожидает борьба в выездке и конкуре Начало в 8.00 и 15.00 соответственно В субботу пройдет кросс, он стартует в 10.00 На этом пока все, с новостями спорта Вознакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь 4